Уважаемые коллеги, из 22 избранных депутатов в заседании присутствуют 19. Вы правы лучше осуществлять свою деятельность. Один из заседаний Совета депутатов муниципального образования Кенгисевского муниципального района для Газпорта, с третьего созыва, объявляю открытым. На заседании Совета депутатов присутствуют юридические главы муниципального образования СОБР, глава администрации муниципального образования Кенгисевский муниципальный район Гешилий Викторович, заместители главы администрации руководства структурных подразделений района администрации, главы поселения Кенгисевского района, приглашенные, поставители средств массовой информации, а также, уважаемые коллеги, уже второй совет на городском уже была у нас Галина Семеновна и сегодня Федор Владимирович Семеновна, наш консультант, представитель правительства Ленинградской области, с нами сегодня будут тоже работать. Мы рады вас приветствовать. Позвольте мне вас поздравить, подарить вам такую полезную вещь. Желаю вам всего самого доброго. Мы рады вас поздравить. У нас то в отпуске, то не было. Дмитрий Васильевич, позвольте, пожалуйста, вам, вашему коллеге с Восточного берега, я вам говорю, что заняло третье место. Ну и также благодарностью за участие, активное участие в конкурсе, благодарностью председателю законособрания Ленинградской области, отмечено, значит, наше уважаемое, любимое, родное, пустомерское сельское поселение. Прошу главу подойти, получите благодарность. Так же, мои коллеги, переходим к рассмотрению поездки дня. Первым вопросом о готовности учреждения образования Камбисевского муниципального района к новому 2015-2016 учебному году. Информация Сергея Востокровна Геннадина, председатель комитета по образованию администрации на Камбисевске. Здравствуйте. Фактически, подготовка к новому учебному году началась у нас в отношении предыдущего черного года с 1 июня. В целях организации плановой подготовки учреждения образования Камбисевского муниципального года в 2015-2016 учебному году соблюдение всех нормативных условий образовательного процесса, охраны здоровья воспитанников и обучающихся проводилась и проводится целенаправленная работа по решению данных вопросов. В сети общеобразовательных учреждений произошли изменения. 9 городских муниципальных школ и одно городское частное образовательное учреждение и 7 сельских. В частности, произведена реорганизация Камбисевской школы путем присоединения к ней к Кузенкинской основной общеобразовательной школе. Из них средних школ 13, основных 4. Сеть учреждений дополнительного образования детей также претерпела изменения. Дом детского творчества Камбисевский центр внешкольного развития приорганизованы путем соединения в одно учреждение в Центр творческого развития. Таким образом, сеть учреждений дополнительного образования детей района будет представлена 9 учреждений. Я прочитал, ознакомился с вашей запиской, там достаточно большие деньги выделены, больше 40 миллионов на укрепление материально-технической базы. Хотелось бы видеть по объекту, кому сколько было выделено, потому что Ивангород здесь прозвучал один раз в плане, планируется на школу номер один. Я хотел бы, вот это вот списочек официально, сколько было выделено денег, какому объекту, дошкольному, школьному и по муниципальному образованию. В разрезе всех учреждений по количеству выделенных средств я могу сказать, но в частности по Ивангороду я постараюсь назвать определенный порядок цифров. Средства регионального бюджета выделяются нам на укрепление материально-технической базы по нормативу. 1 тысяча рублей на ребенка, обучающегося в школе, и 500 рублей на ребенка, посещающего детский сад. Этот норматив мы менять не можем. Все деньги распределены, в частности, на Ивангородские учреждения, вот в том объеме, как я уже сказала. Далее, дополнительно, в частности, на установку окон Ивангородской школе номер 2 выделено 300 тысяч средств, направленных на развитие инфраструктуры, то есть это депутатские деньги. И около 200 тысяч, я могу сейчас ошибиться, выделено региональный средств также на установку окон. Это будет полная, так скажем, замена существующей инфраструктуры школы, канализация, электросети и так далее, окна, пол, двери, ну все. То есть школа будет на определенное время закрыта и будет полностью произведен капитальный ремонт. Что касается Ивангородской первой школы, там у нас будет установлено, произведен капитальный ремонт, многофункциональная спортивная площадка. Это порядка 11 с лишним миллионов. Далее, у нас направлено средства, полностью заменены окна, на сегодняшний день ремонтированную клетки, есть еще не в Новогородском детском саду номер 2. Вот, и установка, боюсь ошибиться, одна вылетворительных навесов в Новогородском детском саду номер 1. Мы от детского сада пытаемся попросить те же тени, были навесы у депутатов областных. Нам, может, не просить, может, нам тоже здесь что-то выходит? Нет, просите. Но, понимаете, областные депутаты сейчас говорят, это должен делать район. Вот мне вчера отвечали. Балилеевский детский сад и Кубленкинский детский сад в администрации района в приоритетах на замену окон, оконных блоков. У нас пустота полнейшая, вообще просто ровное место, две скульптуры. У нас составлена сейчас программа в соответствии с бюджетом на 2016-2017-2018 год. И если есть необходимость, я тогда познакомлю конкретно с тем, что мы включили, какие мероприятия. В рамках проекта партии «Единая Россия. Школьный спорт» до 15 ноября будет полный ремонт зала произведен. И мы заявляем также фалилеевскую школу. Мы заявляем на 2016-2017 год, вот именно также на установку многофункциональной спортивной площадки. Такой, как вот у пятой школы, в Вестинской школе, Александра Бурской. Светлана Геннадьевна, но, наверное, вы в курсе, что академическая средняя школа вечно стоит на воде, да? Это фундамент подмывается, и сейчас все сползает вниз, уже трещина прошла на стенках. Вы в курсе, да? Да. Про то, что вы сюда представляете, система коммуникации, да, я знаю, в курсе. И когда будет, будет ли заложены деньги на ремонт, и когда это будет делаться? Сейчас. Когда в свое время у нас сторожей было в школе не померяно, сейчас 5, наверное. Это когда это, с чехлевой, прочее, ну, связано там, сейчас перестал. Я думаю, что есть видеокамер, и в дверь. Вот как решить вопрос все-таки с ним в том, что мы в школе нужны? Так, на миллионы же оборудования, а то до первого случая что-то случится, мы за первым будем искать второе дело. Две медиа камеры, это не школа. Ограждение в Котельской школе будет установлено ограждение, но я бы сейчас разлучила порядок цифр, это миллион, как минимум, каждая, да? И у нас на сегодняшний день уже единицы школ не огорожены. Котельская школа у нас в программе стоит 17-го года. Все дело в том, что когда детально вместе со специалистами комитета ЖКХ и административно-хозяйственным комплексом разбирались, все дело в том, что необходима реконструкция или там, я не знаю, капитальный ремонт сети, канализации поселения, с тем, чтобы те стоки, которые, вот те грунтовые воды, которые выходят в подвал школы, имели выход в общую систему. Ну, ответом, который сегодня нас дает Светлана Геннадьевна, работы ведется везде. Все вы видите, в течение последних лет, что все школы, детские сады так или иначе ремонтируются, обустраиваются, вокруг них возникают, появляются заборы, да, все школы ремонтируются. Действительно, в районе есть программа, но, наверное, надо просто набраться терпения, и в каком-то году, там, в 16-м, 17-м году, вот заремонтировано, обжарить обжарительное учреждение и в Кулинеево, и в Котельске. Сделано очень много. Уважаемые депутаты, не забывайте, что мы находимся в лидерах по уровню образования Ленинградской области. Мы отмечены буквально в прошлых газетах, кто читал, что мы лучшие подготовки к новому учебному году в Ленинградской области на видеоконференции. Губернатор отметил, если вы читали пресс, там есть подробная статья была. Сами себя хвалить не будем ни в коем случае. Тот уровень образования, который сегодня есть, там материально-техническая область, которая сегодня есть в районе ИТОБО, как в среднем по больнице, да, лучшая в Ленинградской области, это факт, те замечания, которые Михаил Борисович сделал, многие другие депутаты, по той материально-техническому состоянию объектов, которые есть, мы их признаем, мы их не меньше, чем вы видите, и будем вместе идти к результату. От 3 до 5 лет нам осталось, чтобы привести практически в идеальное состояние все объекты образования. И другие объекты, которые есть в муниципалитете. Информация. Директор Олег Федорович, директор некоммерческого партнерства Кингисеппский ракург «Звезды». Кингисеппский ракург «Звезды» существует с 2003 года. Учредителем основным была администрация Кингисеппского района. Практически новая авиатехника. Все это куплено за членские взносы от физических лиц. Также построена своя подстанция, ангар для хранения самолетов, помещение для ремонта самолетов. И учебный класс небольшой для разбора полетов с детьми и членами аэроклуба. В отчете я описал, чем занимается аэроклуб. Подготовка школьников к поступлению в авиационные музыки. У нас есть учебный класс на базе КЦВР, это Кингисеппский центр внешкольной работы. Полеты проводятся на аэродроме Большой Луцк по выходным, суббота-воскресенье. Развитие аэроклуба, конечно, мы планируем вместе с администрацией Кингисеппского района. Это развитие парашютного спорта, который может быть очень массовым. Для этого надо самолет, парашюты. Конечно, не хватает денег и финансировано для этого. Членских взносов от физических лиц, к сожалению, поступает очень мало. У меня цифра за прошлый год, могу сказать, поступило 253 тысячи членских взносов. Больше 100 спортсменов-клонеристов, которые, к сожалению, не могут принимать участие в соревнованиях. Из-за недостатка финансирования, недостатка техники авиационной. Бюджетное финансирование есть в вашем пункте? Из городского бюджета, из района. Олег Федорович достаточно скромный человек, я, сколько его знаю. Но я хочу сказать, что эту фамилию Федорово знает не только в Сельском районе, но и за пределами Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Достаточно финансирование, потому что мы еще, но не можем достаточно больше финансировать. Ни футбольные клубы, ни бокс, ни тэквондо, ни другие виды федерации спортов, которые у нас еще есть, достаточно финансировать. Мы все не можем, это факт. Районы будут с нами рассматривать, в том числе, тоже какие-то поправки. Мы будем готовиться к этому. Сегодня, я даже хочу сказать, уже около 10% российской альиации, это девушки, командиры кораблей, которые перевозят гражданское население. О работе АО «А» за 2014 год и первого года 2015 года. Перспективы развития. Докладчик. Цветков Кирилл Коплевович, заместитель генерального директора РАП. Уважаемый депутат, добрый день. Наверное, оценю их как положительные, да, эти результаты работы за 2014, за 2015 год. Да, у нас, если сравнивать, 2014 год, когда мы приступили к работе, да, этот год, я считаю, был, ну, крайне тяжелым по результатам, а именно по выполнению рейсов, да. В летнее время, в летнее время было тяжело, потому что был очень изношен турнирный состав. Мы его еще, соответственно, не успели заменить должным образом. Срывов было очень много. Ну, как, соответственно, в 2015 году, да, я думаю, что и вы ездите, да, на нашей технике на автобусах и люди, и все это показательно и видно, что нами обновлено порядка 30% призывного состава, куплено новые автобусы, да, они взяты в листе, соответственно, помимо того, что куплены автобусы, да, они приведены на газ и работают успешно, и это, как вы понимаете, говорит о том, что мы экономим бюджетные средства, то есть мы это делаем не потому, что нам хочется и нравится. Потому что у нас есть реалии экономические, да, и денег нам больше не выделяют. Более того, мы стараемся, чтобы эти деньги, которые у нас идут, да, на дотацию, мы экономили. В 2014 году у нас доходил летний период, когда было совсем жарко, тяжело, тут у нас порядка бюджетных средств в деньгах, это было критично, это было очень напряженно, то в 2015 году у нас помимо того, что срывов тут вообще нет, а срывов, если он убывает, он убывает по, из-за того, что, ну, эта техника, она ломается, да, но у нас теперь всегда есть резервный автобус. Хочу заметить, что если жарко поступает, то я лично всегда присутствую, у меня всегда есть помощники замок, мы стараемся всегда оперативно их отрабатывать. По километражу у вас идет оплата каждого километра, вот на данный момент 3,90, 3 рубля 90 копеек. До Юркина 1 и до Юркина 2, когда мы проезжаем, платим 39 рублей. А почему-то уже в положении, когда идет оплата проездных месячных билетов, у вас почему-то сразу возникает разница в километраже. Вы считаете, что там есть противоречия, а другие будут считать, что нет противоречия. Это уже не в рамках сейчас заседания сессии, если вы конкретно считаете, что там какие-то противоречия есть, вы их изложите, мы их рассмотрим. 4 августа, вот конкретно день, на час возвращаемся, в пазик не влезть, не уехать, в 2 вообще отменяется автобус рейсами, в 3 мы влезаем в пазик только благодаря тому, что люди, имея проездные билеты, платят 100 рублей, чтобы уехать из Юркина на такси. То есть мы платим проездные, оплачиваем, а уехать не можем. В 53-м уже проходит пазик, весь битком на пиздец. Люди упадают на такси, но мы это отработаем, мы это отработаем. Презистояние социального обслуживания граждан Кингисепска в районе в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2015 года, 442, об основном социального обслуживания граждан Российской Федерации. В информациях Курисова Илья Юрьевна, председателя Комитета социальной защиты, поселения и администрации в Кингисепска районе. В начале выступления разрешите вам дать небольшую справку. Численность населения Кингисепска района на 1 января 2015 года составила 79 647 человек. Из них 20 800 человек сельское поднаселение. Население пожилого возраста насчитывает почти 22 000 человек, что составляет 27% общей численности населения района. В Кингисепском районе проживает около 9 500 семей с детьми. Из них 424 воспитывают трех и более детей. Численность детского населения составляет более 13 900 человек. В независимой оценке я могу сказать следующее. По качеству работы организации со стороны клиентов, руководителей и внешних экспертов, муниципальное бюджетное учреждение, муниципальное автономное учреждение, Кингисепска района, центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, занят второе место. А муниципальное бюджетное учреждение, Кингисепско-социальный реализационный центр, для несовершеннолетних, вошел в первую десятку учреждений Ленинградской области. Через органов соцзащиты населения были направлены методические рекомендации по обеспечению предоставленной услуги социальной такси. В связи с этим, мы выходим на Совет депутатов, чтобы внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов номер 908-2 от 14 марта 2014 года. Если раньше у нас было, раньше у нас в России как инновация, мы разрабатывали сами положения и порядок предоставления индустрии. Граждане власти 30% по строительству условий, то сейчас там областный комитет рекомендует 15%. По предоставлению ежемесячной денежной выклады гражданам Российской Федерации, являвшимся несовершеннолетними детьми в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, родившимся в период 3 сентября 1927 года до 2 сентября 1945 года, постоянно проживающих на территории Великой Отечественной войны не менее 7 лет. В настоящее время обратилось 37 человек. Всем остальным послам уведомления до конца года они не имеют права обратиться. Им будет произведена выпада с 26 апреля 2015 года. О приняте плановой в числе и предустоятельной деятельности и вступить в боевых исполнений на территории муниципального воздания Висенское сельское поселение муниципального воздания в Муниципальный район. Информация. Висенское поселение хочет передать в муниципальном лочке по части решения вопросов местное значение области гражданного. На основании этого решения Муниципальный район должен принимать полномочия и трансфер по обеспечению участия в финансировании этих полномочий. Комитет по архитектуре и градостроительству осмотрел состав такую записку, что основной задачей является планирование развития территории района. Исполняем по соглашениям такого же рода полномочия по пяти поселениям Генгисевского района. По Весенскому поселению мы будем исполнять в случае принятия этих полномочий впервые эти обязанности. Предметом соглашения является работа к исполнению функций в сфере архитектуре и градостроительности. Смотрите внимательно в текст. В пункте первом проекта решения слова до 1.09.2019 года заменить словами конкретно срок с 19.08.2015 года по 1.09.2019 года конкретно срок. И в пункте втором слова сроком до 1.09.2019 года исключить и дополнить в пункт 2 следующими словами в соответствии с пунктом первого настоящего решения. В связи с принятием федерального закона о стратегическом плане Российской Федерации и внесением изменений в бюджетный кодекс на всех уровнях госвластия и органах местного управления переходят к прогнозированию бюджетов на долгосрочный период. Поэтому мы тоже предлагаем такое прогнозирование осуществлять. Следующее изменение предлагаем внести. Доходную часть уменьшить на 5.346.000 рублей, на такую же сумму уменьшить расходы на 5.346.000 рублей. В том числе собственные доходы, собственные источники увеличиваются на 193.3 тысячи рублей. Это небольшие суммы, в приложении к пояснице записки там у нас написаны источники. А дотация у нас балансирована с уменьшением на 5.539.9 тысяч рублей. Это дотация, предусмотренная в бюджетной новости, на выкуп детских садов, которые у нас строятся в городе Кубисеппе и поселке Катевский. Коллеги, вопросы есть? Аминистрация Кубисеппский муниципальный район обратилась в управление Федеральной почтовой связи с просьбой заключить на новый срок договор безвозмездного пользования на помещение в микрорайоне для садов. Муниципальная обязан начальника отдела по управлению на cm комитета по управлению на муниципальный район. От принятий vorant на счетную палату муниципального городского поселения установления ан Curso 채 по муниципальному cust tide localement по действию внешнего муниципального финансового контроля. С 1 сентября 2015 года до 31 декабря 2019 года. Докладокات его была Геращенко Натальей Утеновна, главный специалист-юрист аппарат seus депутатов в муниципальной ayden. Ваше внимание, как и Дмитрий Кривостон, на вашем уровне принимается полновую часть контроля о повреждении муниципального финансового обмежения. Уважаемые депутаты, к вашему вниманию представлена структура администрации в новой редакции. Это вызвано тем, что произошли изменения. Вы знаете, что СССР, первый замок главы администрации, перешел на работу в правительство Невадской области в соответствии с уставом, которым бы записывалось, что глава администрации сформировали структуру, на ваше распределение уголовится данная структура. Она уже прошла согласование городского совета депутатов. Те изменения, которые со своими действующей структурой, опять же, направлены только на то, чтобы оптимизировать эту структуру и достичь определенной экономии. Вы видите, что по представленному документу заместителей главы администрации 4, а не 5, как было раньше, и в связи с этим произошло перераспределение той нагрузки, которая была у Владимира Владимировича. Частично она ушла непосредственно в главе администрации и разделилась между первым заместителем и заместителем главы администрации, связанной с комитетом по управлению имущества. Вы в курсе теперь уже полностью поддержали изменения структуры. Мы с Александром Ивановичем еще на берегу договорились, что будем действовать, и правительство Ленинградской области на то нас всех нацеливает по оптимизации штатной численности структуры администрации. На городском совете я уже это четко объяснял и говорю вам, что мы идем по этому пути, мы оптимизируем штатную численность, у нас идут сокращения, и мы ожидаем в этом году от 5 до 7 человек, что мы сократим и будем дальше думать об оптимизации нашей работы, о распределении должностных обязанностей внутри отделов, комитетов, для того, чтобы постепенно двигаться к той штатной численности, которая для нас будет оптимальна, и правительство Ленинградской области не будет вызывать каких-то сомнений. Хочу подчеркнуть, что по связи с переходом на работу правительства Ленинградской области Салтыкова Эдуарда Владиславовича непростое принималось решение, мы принимали его, ну, как сказать, не принимали, а обсуждали его вместе с Еленой Генриховной и Мулигом Андреевичем, когда Эдуард Владиславович у нас покинул. Я прошу вас согласовать на должность первого заместителя администрации Кингисепска муниципального района Антонову Елену Генриховну, так как хочу вас заверить, что с этим человеком я уже прошел огонь, воду и медные трубы. Елена Генриховна настоящий профессионал, это по-настоящему моя правая рука, и я буду комфортно и с полной отдачей дальше работать в этом треугольнике. Девятнадцать за, против нет, воздействие сейчас нет. Спасибо. Поздравляем вас с избранием на должность первого заместителя главы администрации муниципального района Антонову Елену Генриховну. Все больше и больше наш район все чаще и чаще посещает наши товарищи из Китайской Народной Республики. Наш район стал очень привлекательным для разных направлений деятельности и развития сотрудничества между Россией и Китаем. Вы знаете, что сегодня у нас, наверное, наши президенты Российской Федерации и Китайской Народной Республики поставили очень серьезные и огромные задачи. И мне очень радостно, что ряд из них будут исполняться на территории Кингисепского муниципального района. И мы крайне озабочены администрацией Кингисепского муниципального района и все депутаты о развитии сельского хозяйства на территории района. Мы понимаем, что у нас сегодня почти что 50% сельхозугодий полностью простаивают и не несут никакую экономическую целесообразность и отдачу от территории. Наши люди, наши крестьяне рассредоточились в промышленные предприятия и так далее и тому подобное. Тем не менее, данный пример, который сейчас приехал владелец компании, они выращивают уже несколько лет в Новгородской области овощи. Без фанатизма 15 тысяч тонн собрали в 2014 году овощей и получили самые высокие награды от Новгородской области.